приветствую вас дорогие друзья сегодня с вами я владимир дзюба и как всегда хочу сказать пусть нас бог благословит мы все в этом нуждаемся каждый из нас мы настроены на волну духа божьего мы сегодня настроены на то чтобы слышать и я как всегда прошу о том чтобы бог не дал благодать и способность говорить сегодня к вам прошлый утренец у горницы горилл а некоторых вещах почему мы ожидаем вернее почему мы переживаем внутри своей жизни мы переживаем одиночество в какой-то момент мы начинаем это осознавать и сегодня я сказал я поговорю об одной из причин почему это происходит в нашей жизни и так как я сказал одну из причин и вот почему мы переживаем одиночество знаете я знаю что многие из нас мы знакомы с притчей о блудном сыне мы изучаем мы видим и для нас всегда как нарицательный герой это тот кто оставил отца пошел взял то все то что имел и ушел и мы видим его спину который удаляется от места своего благословения он уходит и мы всегда своим пальчиком ну 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 особенно когда мы видим люди которые оставляет может наше собрание оставляет служение они уходят и внутри у тебя знаете как может был момент когда осуждение но сегодня просто как сожаление и внутри какая-то боль потому что мы растем и наше чувствование не тоже и изменяются но хочу сказать сразу давайте мы не будем торопиться играть пальчиком ну ну знаете почему потому что в нашей жизни есть тоже такие моменты и которые очень важно увидеть и осознать когда мы поворачиваемся к богу спиной и мы начинаем от него удаляться как блудные сыновья куда пошел блудный сын первое это он пошел за опытом второе это то что он пошел в тот сосуд который называется пустыня одиночества пустыня одиночества и вот у нас точно так же бывает даже находясь в церкви вот я хочу некоторых может обрадуя некоторых и печали мы можем точно быть такими же блудными сыновьями которые удаляемся от бога по причине того что мы взяли то что бог нам дал виде нашу в виде того откровения видят и благодати которую мы имеем и мы сказали о нам этого достаточно теперь мы заживем мы теперь имеем многое для себя и мы отдаляемся от бога знаете через что через свою самодостаточность мы отдаляемся от него через свою самодостаточность того что я уже имею этого достаточно когда мы начинаем удаляться когда наша молитвенная жизнь она охладевает когда наша ревность по богу охладевает когда нашу жизнь приходит знаете как такой формализм формальные такие отношения это то когда я уже чувствую удовлетворение от того что я нахожусь в церкви я могу даже нести какое-то служение я прихожу на служение я даю пожертвования даю десятины это это а на самом деле то что произошло я отдаляюсь и вот в этот момент моя самодостаточность нежелание строить свои отношения с богом нежелание стремиться к тому чтобы в каждом дне моя жизнь она наполнялась господом чтобы вот этот невидимый канал он был был настроен с господом дай бог чтобы каждый кто сегодня мне слышит вы понимали о чем я говорю потому что каждый из нас мы переживаем вот это одиночество когда этот канал разорван когда я повернулся когда я ушел я перестаю чувствовать свои жизни то наполнение которое чувствовал в те моменты когда бог меня наполнял нам кажется что мы можем жить старым есть такая хорошая папа пословица с вчерашним борщом сыт не будешь вот точно так же это можно как проложить такую параллель и сравнить то что вчерашними чувствами переживания которые бог тебе давал ты сыт не будешь сегодняшний день сегодняшнем дне мы должны вкушать бога как хлеб мы сегодняшнем дне мы нуждаемся в духовном хлебе точно так как и физическом хлебе потому что временами то что нас уводит это у нас уводит физическая нужда суета проблемы которые приходят в нашу жизнь и тебе кажется о я должен этим заниматься я вот должен это делать и я то что я делаю я говорю вернее я показываю что то что я имею сегодня от бога мне этого достаточно мне этого предостаточно все все хорошо мне надо сегодня вот эти дела решить которые проблемы которые вас приходят в мою жизнь и моя самодостаточность моя самоуверенность в том что я могу это сделать она приводит меня в в это в это состояние пусты в это пустынное место место одиночества возникает вопрос бог меня оставил нет бог меня не оставил чем бог занят знаете чем он занят как отец ждал блудного сына точно также и он сегодня нас ожидает путешественников которые ходят своими путями которые движутся своими путями он ожидает нас когда мы повернемся к нему почему потому что он насколько нас любит что он желает чтобы мы преображались с открытым лицом не с открытой спиной к нему а с открытым лицом с открытым сердцем то в которой в которой в которой в которой он будет приносить это обновление своей благодати к сожалению такая реальность это то о чем говорит слово боже сегодня многие согласились тем о я дитя бога я праведен во христе это то множество каких вещей приняли это как богатство развернулись и повернулись к нему спиной повернулись к нему спиной ожидая того что он не это вполне достаточно мне это все слава богу хорошо но он ожидает сегодня он ожидает нас потому что временами даже то благословение которое приходит от к нам от господа она делает нас самодовольных и она делает нас самоверен о мы справимся мы победим мы поколение такое там а потом мы начинаем осознавать как исай говорит утомляется и но юноша и ослабевают и молодые люди падают пам почему здесь исая я верю бог говорит словами исая что молодые они ас они ослабевают потому что как раз юноши это это возраст когда люди больше всего наверное полагаются на свою силу я могу я способен я все у меня все получится я узнаете даже и духовный такой возраст юношества которые к сожалению он приводит тоже к такому состоянию когда ты уже что-то знаешь но к сожалению ты этим не обладаешь как юноша не знаю что необходимо сделать их ним родителям чтобы было хорошо они знают что необходимо кому-то сделать но они еще ничего не сделали когда начинает что-то делать то что происходит это разрушается их не на ихняя самоуверенность когда потом раз приходит такое состояние упадничество об разочарование жизни указала что я вот сегодня окончу школу окончу университет я я переверну этот мир а потом приходит состояние стоп кажется что меня этот мир он перевернул падение поэтому бог бог и говорит утомляются юноши и ослабевают и молодые люди падают упал но дальше а надеешься на господа обновятся в силе поднимутся крылья как орлы потекут и не устанут пойдут и не утомятся а надеешься на кого не на себя не на свой дар не на свой не на свою способность не на свое образование она надеюсь на господа вот на господа вот почему я могу сказать одиночество это школа духа святого который опустошает который вытряхивает нас и в какой-то момент мы начинаем прозревать стоп в доме отца в в доме отца в присутствии нашего бога есть то что даст нам силу от почему надеюсь я на господа мы очень сложно приходим к этому понимание пониманию что чтобы возложить все свои надежды на господа вот почему у некоторых их не планы они рушатся их не надежда не рушатся и в этот момент опустошение в этот момент одиночество я оставлен бог против меня бог не за меня нет бог за вас почему потому что он желает иметь чтобы вы поднялись еще на большую высоту для того чтобы вы парили не ползали не ползли к своему благословению не не ползли к своему успеху в господи а чтобы вы парили как он говорит а надеюсь на господа обновятся в силе поднимут крылья как орлы потекут и не устанут пойдут и не утомятся высокий высокий полет мощное движение но есть сегодня некоторые места в которых бог нас опустошает он приводит нас к тому что одним словом он приводит нас в нашу немость поэтому как я сказал на прошлом прос на прошлом в прошлом ролике о том что это слово она к определенной к теории людей и если вы сегодня тоже попали в эту западню вот западню в этот момент одиночество и дьявол пытается вас держать в том что вы оставили вы послушайте найдите источник который в боге почему потому что это время сегодня для многих из нас это время нашего обновления в нем время я повторяю время обновления в нашем господи я верю что церковь она сегодня находится в момент перезагрузки перезагрузки момент когда многие вещи они они просто отпадают вот просто они отходят когда я вред об этом я говорю о вещах которые находятся внутри наших сердец это наше число это наши страхи это наша гордыня и другие вещи которые нас уводят от бога не приближают потому что наша гордыня она уводит поэтому и новый завет говорит о том что бог гордым противится смиренным бог дает благодать баба баба ты лишь я же самый смиренный человек поэтому я претендую на благодать но вопрос в том что мы нуждаемся в господи как больной во враче точно так же мы нуждаемся в господи чтобы он нам поставил диагноз того что находится внутри каждого из нас и когда он говорит временами мы как тот богатый юноша мы нагибаем свою голову и мы уходим смущенные понимая то что он говорит к нашему сердцу поэтому пусть бог сегодня каждому поможет принять то слово которое звучит к его сердцу звучит к моему сердцу я сегодня в этом точно так же как те кто меня слышит я точно также в этом нуждаясь господь я понимаю это время нашей перезагрузки это время моей перезагрузки покажи 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 мне в себе источник это как израильский народ стоял после возле вод мэры которая была горька не роптали они не думали что решение их не проблема находится рядом возле этого озера когда бог сказал массе это кусок дерева кинь в эту воду и вода она поменял решение рядом знаете в чем она находится в божьем слове нам сегодня не надо искать какую-то полено для того чтоб кинуть куда-то нам сегодня бог посылает слово в наше сердце он возьми то что надо оставить ту злую похоть то еще тот обман послушай я хочу тебя сегодня я хочу тебе дать новое имя я хочу изменить сегодня твою сущность ты долго жил лукаво ты долго обманывал ты долго жил в страхе чтобы бог сегодня приходил в жизнь тех как приходил в жизнь еды он и говорил муж сильный кто я я почему я должен в это верить я самый бедный я самый несчастный нет ты муж сильный почему потому что твои эти обстоятельства которых находят тебя они сделали те способны в том чтобы принять ту силу которую бог имеет поэтому дорогой брат или сестра пусть бог вас благословит и наполнит во имя иисуса аминь